Здравствуйте друзья, в этом видео я покажу практический пример автоматизации управления вытяжки в ванной комнате по показаниям датчика влажности с возможностью задавать диапазон срабатывания в интерфейсе. Дополнительно рассмотрим как к этой автоматизации добавить ручное управление с функцией автоматического отключения. Давайте сразу посмотрим как работает рассматриваемая видеоавтоматизация. Это реле или выключатель который управляет вытяжкой. Установки порогов срабатывания, это верхний при котором вытяжка должна включиться. Это нижний при котором выключится. Это показания датчика влажности. Для демонстрации я буду использовать виртуальный датчик. Его значение регулируется вот этим ползунком. Как только влажность станет равна или превысит установленное максимальное значение, вытяжка включается. Влажность начинает постепенно падать. Когда ее значение станет равным или меньше минимального, вытяжка выключится. Давайте посмотрим как это реализовано. Для удобства, я как всегда все делал в одном файле пакаджа. Если вы еще не знаете что это такое, смотрите в описании под видео ссылку на урок по этой теме. Там же вы найдете и текстовый файл с рассмотренным кодом. Начнем с сущности input number. Сразу скажу, что их можно легко и просто создать в интерфейсе в меню вспомогательное. Я для целостности картинки прописал их в пакадже. Это те самые ползунки, которые предназначены для установки границ срабатывания. Этот верхний для включения вытяжки. Диапазон значений от 60 до 90 процентов изменяется с шагом 1. А этот нижний для выключения вытяжки. Диапазон можно ставить какой угодно, просто чем он короче, тем удобнее устанавливать нужное значение ползунком. Конечно, куда без платформы template. Я стараюсь по максимуму всю логику из автоматизации переносить в сенсоры шаблонов. Тут все намного гибче и удобнее. В отличии от автоматизации, нагляднее и сами автоматизации становятся простыми и компактными. Логика тут несложна, поэтому можно обойтись бинарными сенсорами, которые имеют два варианта состояния включено или выключено. Первый сенсор будет отвечать за включение вытяжки при достижении верхнего порога. В его шаблоне прописаны следующие условия. Состояние объекта свитч, это выключатель или реле управляющей вытяжкой, должно быть выключено. А значение сенсора температуры, на практике настоящего не виртуального, должно быть больше или равно значению, установленному на первом ползунке максимальной влажности. Этот блок не влияет на логику, он определяет какая иконка будет у сенсора в зависимости от его состояния. Логика второго сенсора обратная, тут нужно чтобы вытяжка была включена. А значение датчика влажности меньше или равно установленному на ползунке значению. И нам осталось сделать только автоматизацию, которая будет следить за состоянием созданных сенсоров и управлять реле вытяжки. Триггером будет служить включение любого из созданных нами сенсоров. Если это будет сенсор включения по высокой влажности, то реле соответственно включится. А если выключение, то как ни странно выключится. Благодаря тому что логика вынесена в сенсоры шаблонов, мы можем обойтись одной простой и понятной автоматизацией. Еще раз посмотрим как это работает, но теперь я вынес в интерфейс и созданные сенсоры. Хотя это чисто технические сущности, смотреть на них не обязательно. На верхнем пороге включается первый сенсор и активирует вытяжку. На нижнем второй и отключает ее. Кроме этого, сейчас сенсоры работают как предохранители. Если влажность ниже или равно минимальному порогу, то сенсор не даст ее включить. То же самое если выше или равно верхнему, не даст выключить. Что делать если вам нужно оставить возможность и ручного управления. Нам необходимо иметь возможность отключать эти сенсоры. Точнее ввести в их шаблон параметр, который можно управлять. Например input boolean виртуальный выключатель. Его тоже можно сделать в меню вспомогательное. Теперь пропишем шаблон условия, которое будет проверять что этот переключатель должен быть выключен. Разумеется в оба сенсора и включение и выключение. Оператор end говорит о том, что все прописанные условия должны соблюдаться. Проверим. Сейчас вытяжка работает по заданной нами логике по пороговым значениям. Активируем ручной режим. Теперь вытяжка не реагирует на ползунок. Вытяжка может включаться и выключаться вручную при любых значениях влажности. Как организовать управление этим виртуальным переключателем. Для этого нам нужно какое-то логическое событие. Чаще всего это нажатие на беспроводную кнопку или выключатель, которые располагают в совмещенных санузлах, возле того места, посещение которого и вызывает острую необходимость в принудительной вентиляции. Я для теста сделаю виртуальную кнопку, тут принципиально разницы нет. Я вывел ее в интерфейс. Чтобы не путаться, тут иконка вентилятора с часами, так как это будет запуск на определенное время. По ее нажатию вызывается служба input button press с указанием этой кнопки, то есть виртуальный аналог нажатия на физическую кнопку. Ну и чтобы вентиляция не осталась забытой, ведь сенсор за ней уже не наблюдает, сделаем таймер например на 15 минут, столько она будет работать в ручном режиме. Не забываем про параметр restore, чтобы на работу таймера не влияла перезагрузка Home Assistant. И нам понадобится еще одна автоматизация для управления вытяжкой в ручном режиме. Тут у нас есть два вида триггеров, я специально их подписал, далее будет понятно зачем. Первый на платформе State, у меня это нажатие на виртуальную кнопку. Нажатие на физические кнопки тоже работают на этой платформе. И второй вид на платформе Event. Тут у нас событие завершения таймера, по которому будет автоматически отключаться вытяжка. Далее запускается раздел действий селектор условий. В первом указано, что платформа триггера должна относиться к State, то есть завершение таймера не подходит. Второе условие вытяжка выключена. В этом случае мы запускаем таймер, переключаемся в ручной режим работы и включаем вытяжку. Следующее условие противоположное. Тут тоже рассматривается только платформа State, но уже при включенной вытяжке, если нам надо ее выключить. Не забываем все вернуть как было, отменить таймер, переключиться в автоматический режим и выключить реле вытяжки. Последнее условие персонально для таймера платформа Event. Нажатия на кнопку сюда не попадают. Тут аналогично предыдущему блоку, только не нужно отменять таймер, он и так закончился. Посмотрим как это работает. Нажатие на кнопку включает таймер, ручной режим и вытяжку. Текущая влажность сейчас не принимается во внимание. Повторное нажатие возвращает все в исходное состояние. Если мы ничего не нажимаем, тогда все отключится по завершению таймера. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравится то что я делаю и вы хотите новое видео посвященное умному дому, поддержите мой канал став его спонсором. Кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома. Буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok